вас приветствует телеканал в открытый так который находится в днепре здравствуйте мы сейчас пообщаемся вы уже видите с миро ванадзе это гражданин грузии но он уже четыре года живет в украине и сейчас находится в киеве правильно разумею да добрый день добрый день я я жили четыре года в днепре так что днепре родной город вы известный спортсмен скажите пожалуйста как сейчас грузия открыта к украине как много людей она готова принять с кем связываться если кто-то хочет да вот как беженец найти приют именно в грузии на этом тему я уже записал видео уже меня на страничке есть желающую которые нуждаются помочь там квартира и так далее только что меня звонили ребята там политики не только политики обычные граждане они готовы и дата свои квартиры и любые условия будут для украинцев потому что украина для нас это близкие соседи и я считаю это один из близких друзей для нас в украине я считаю лично для меня это вторая родина украины скажите пожалуйста почему вы сейчас в украине опасно сейчас идет война тем более киев бомбардирует каждый день почему вы не уезжаете в грузию не спасаете себя а помогаете да вот обычным людям мы видели как вы печете так с друзьями и хлеб и просто бесплатно раздаете да в киеве такие вопросы меня мама каждые полчаса звонит и скажет почему почему не в грузии почему знаю что наверное это любовь за украину и я не могу сейчас оставить украину и сбежать за границу грузии потому что как профессионал боец смещения единоборства я здесь стал профессионал я здесь получил имя опыта и украина мне дал больше очень много чего и я для меня это место родной и я считаю себе у меня ощущение как будто я дом и я не считаю чтобы украина для меня это чужой стране это для меня это вторая родина и каждый украинец который сейчас страдает долагаешь это для меня тоже был потому что я решил остаться создать и чем я могу помогаю людей и сейчас не только я цели грузинский диаспора который в украине не только украина в америке люди меня звали спортсмены не только спортсмены и мы друг другом помогаем это уже как бы целый команда уже не только я это я начал как бы сначала это было мои как бы мои мои первые шаги но сейчас уже слава богу мы собрались и есть уже больше десять человек которые каждому свои свои задача и слава богу пока русский агрессор пока пока русские агрессоры в украине мы не отступаем мы продолжаем свои что мы умеем и будем больше больше помогать людей не только людей люди приехали здесь опытный войны и они уже записали и будем стоять там где горячие точки будем защищать наши украины однозначно спасибо вам за это скажите пожалуйста вот опять-таки в грузию вы не уезжаете допустим приехал переехать в город в украине да там где пока что то есть спокойно то есть вы даже не уезжаете уезжаете в другой город остаетесь именно в горячих точках как вы сказали это если я хотел это я сделал 5 утра когда первый раз напали россия в украину и от утра я могла спокойно сейчас тоже могу и каждый день я с друзьями отправляю людей на запад в лове польша в грузии мой дом не только мой дом открытый для всех украинцев которые сейчас страдают и деженцы остались без дома у меня такие такой понятие неважно сколько лет я буду жить важно как я буду жить как люди меня вспоминают чтобы это количество там время сколько я буду жить для меня это неважно я не могу сейчас бросить мои соседи которые сейчас на бомба бежи там голодные я не могу это все сбросить потому что есть моменты и трудные моменты бывают но любой ситуации надо остаться человек и неважно это война будет не будет любой ситуации не должен остаться много человек остальное это там каждая моя семья каждая моя мама папа и каждый человек всегда страдает но я не могу сейчас сидит потом и на диване и смотреть как мои друзья здесь страдают и как они здесь я это не могу потому что я часто я сейчас я тоже украинец потому что это мои боли скажите пожалуйста вы верите в украинцев в нас как вы считаете да ваш прогноз когда это все закончится и когда враг российский уйдет с нашей земли или пока мы его не перебьем смотри 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 украина украина уже победитель не уже это люди которые сбежались отсюда и люди которые не веришь за нашу победу это люди не знают что такое свобода пусть свобода я сейчас лично самый счастливый человек потому что я части борьбу на этом свободу мы сейчас боремся за свободу и это это знаешь что это как я объяснить это это больше чем какой-то вещи мы сейчас пишем свои и руками история в украинский потому что россия это большое государство большой агрессории мы знаем они постоянно угрозят атомные там какое-то оружие ну знаешь сила это место сила это народ сила это правда не правда украина это победитель мы никуда не отступаем я вижу сейчас украинцы стали больше близки украинцы больше любят друг друга украинцы стали больше сильнее потому что это 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 мы 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 будем победить на этом войне и для нас это борьба за свободу возможно вам есть что еще сказать украинцам да нашим землякам может что-то еще посоветовать хотите я я хочу я хочу сказать так чтобы граждане украинцы которые остались в украине вы тоже это вы настоящий герой потому что сейчас видна ваша любовь чтобы как вы какие вы патриоты как вы любите свою страну каждому есть дети каждому есть мама ну это каждому есть близкие но первое это родина надо любить свою страну свою родину и и все будет хорошо и и Героям слава, спасибо большое, что вышли с нами на связь. Я напоминаю, что на телеканал «Виткрытый» только что общался с Мировой НАДЗЕ, известным спортсменом, бойцом с ММА, который сейчас не убежал в Грузию, остался в Украине, остался в Киеве и помогает грузинской диаспорой как может. То есть вы сейчас точно украинец, спасибо вам за это. Я надеюсь, что мы с вами пообщаемся после победы обязательно. Ждем вас на нашем телеканале «Виткрытый». Спасибо вам большое и всем нам мирного неба. Всем мир.